Здравствуйте, уважаемые зрители! Вот скажите, способны ли вы на такое? Просто выйти на улицу и погасить кредиты случайных прохожих? Сможете? Конечно! Многие из вас скажут, конечно, сможем! Если бы только была возможность. С чего я вдруг заговорил о подобной благотворительности? Дело в том, что накануне в Алма-Ате один известный блогер вот таким вот образом решил сделать добро случайным, абсолютно незнакомым людям. Подходил к ним на улице, спрашивал, есть ли у них кредиты, и если были, то закрывал их. Кому полностью, а кому частично. По словам блогера, на это благое дело он потратил чуть больше миллиона тенге. Что ж, однозначно человек сделал добро, помог нуждающимся. В этой связи у меня возникают определенные вопросы и к нашему обществу, и к этому благотворителю. Сначала в общем. Как я уже говорил, наверное, многие из нас также помогли бы нуждающимся, или тем, кто оказался в трудной жизненной ситуации. Помогли бы, если бы была возможность. Но дело в том, что эта самая возможность сейчас есть не у всех. Далеко не у всех. Сами понимаете, на дворе вирус, кризис, карантин. В прошлом году у многих не было работы и дохода, и сейчас еще немало тех, кто не оправился от всего этого. Поэтому, к сожалению, в нашем обществе тех, кому надо помогать, в разы больше тех, кто может помочь. Но вся беда в том, что те, кто может помочь, особо к этому не стремятся. А все почему? Потому что нет у нас культуры помощи незнакомым людям. Вы часто видели богатых и знаменитых, которые вот так вот вышли бы и помогли бы другим. Просто так, без всякой причины. Нет, такой щедростью души наши богачи, увы, не обладают. Они помогают только тогда, когда им выгодно, если попросят сверху. Или произойдет событие, вызвавшее большой общественный резонанс. К примеру, затопило село или пожар уничтожил несколько улиц. Тогда наши богачи, а точнее их благотворительные фонды, при свете камеры, фотоаппаратов, спешат на помощь. Делают из этого большой пиар. Проще говоря, занимаются саморекламой. Вот весь прошлый год был карантинным. Больницы были полны заболевшими, как, впрочем, и сейчас. Но я вот не видел наших бизнесменов, артистов или политиков, которые помогали бы врачам бороться с пандемией. Или ходили бы по домам и раздавали продукты. А ведь прошлый год у нас был объявлен годом волонтера. В нашей стране около 200 волонтерских организаций, в которых состоят 50 тысяч человек. И все эти люди обычные граждане со средним достатком, которые после работы бегут помогать кому-нибудь. К сожалению, наши богатые люди волонтерством не занимаются. Знаете, иногда мне кажется, что тогда, в советское время, и люди были добрее, и отношения лучше. Мы гордились тем, что у нас было чувство локтя. Всегда могли прийти на помощь. А потом настало время рыночных отношений. Каждый ушел в свое плавание. И основная цель – заработать денег или просто выжить. О чувстве локтя позабыли. И вообще забыли многие чувства и ценности. Единственной целью и ценностью стали деньги. В погоне за деньгами изменились и наши души. Сейчас в основном людские души маленькие, как кошелек. Туда только деньги можно положить. А большие души, куда поместилось бы все, и доброта, и помощь, и бескорыстие, сейчас встречаются редко. Очень редко. Теперь вернемся к тому, с чего начали программу. С героя-блогера, что помог закрыть кредиты случайным прохожим. Он, конечно, доброе дело сделал, но не бескорыстно. Ибо все это он снимал на камеру, а потом выложил у себя в соцсетях. И, как водится у молодежи, получил лайки, просмотры, комментарии, увеличил подписчиков и заработал денег. Как назвать этого парня? Герой или хайпажор? Как модно нынче говорить. Ведь если ты делаешь добро, то можно же это делать и по-тихому. Для кого ты помогаешь другим? И для чего? И нуждаются ли помощь в рекламе? Пишите свои комментарии и, конечно же, смотрите Атомикем Бизнес.